Добрый вечер! Так само в программе концерты и венчавания от представников мясовой улады. День мати в Беларуси означается с 14-го Кастрышника 1996 года. Тогда же уручили и первый орден мати в Знагороду, яка по своем статусе навод высшей знакомитой медали за отвагу. Головный критерий – выхование пятерых и больше детей. На сегодняшний день 1276 матерей получили орден матери. В этом году 30 человек. Свыше 11 тысяч получили адресную социальную помощь. В целом это та политика, социальная политика, которая сегодня направлена на поддержку многодетных семей. Зараз у Гомельской области проживая амаль 13 тысяч шмодетных семью. Характерно, что каждый год их колькость повеличивается. И хоть такое имкнение разумеют не все, сами матися обе героинями не лечать. Для одних это тяжкая, а не удячная праца. Для инших – мара детинства, яка издейснилась за семья кукасцы. Это мечта моего детства, можно так сказать. Как бы в детстве у нас только было двое семьи, но мне всегда хотелось больше детей, чтобы было так все радостно и весело. Я очень рада, что я многодетная мама, что у меня пятеро детей. Я очень счастлива. Наверное, нету такого самого тяжелого. Каждый день с ними, каждый день с семьей. В принципе, нету такого тяжелого. Тяжелое обучение в какой-то мере для старшей дочери сейчас последний год. А так со всеми занимаюсь, со всеми по-своему тяжело и легко, и комфортно с ними. Нету сильных тяжестей. Руслан Пролязковский, Катярына Сопельникова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». До дня мати была промеркована и акция, которую провела областная организация Белорусского товариства «Шервоного крыжа». Ей супрасовники разом с волонтерами наведали женщин, які стратили своих детей. С якими просьбами звертаются одинокие люди, ведает Олег Сентюроу. Напевно, самое страшное для каждой мати – пережить своего дитята. И не имеет значения, чего он загинул от хворобы, подчас военного конфликта, и в результате несчастного выпадка «Одиноцтва», это хочет как приговор. У областной организации Белорусского товариства «Червоного крыжа» кажут, что день мати – свято добрый и пящённый. Тому наведывание женщин, які стратили своих дятей – это не просто ещё одна акция, а махчимость реально да помахче одиноким и состарелым. Тем божь, что только уручением подарунков визит не обмяжёвается. Необходно выслухать человека, доведаться об его проблемах и при необходности да помахчим. Причем просьбы оказываются самыми розными. Я всё могу делать – чистирать, убирать, и шить, и езать, и вышивать. Я хотела что-нибудь перейдать у церковь, полочень, чтобы я посмотрю, понимаете, надо посмотреть, чтобы там «Матерь Божа». Некто из этих женщин стратил одно дитя, нехто – усих. Могуць быть, правда, унуки, але яны, як правило, далёка и наведуюсь нечасто. Некаторым допомагают социальные работники, однако выканать усю работу яны не могут. Волонтёры «Червоного крыжа» нет чого не отмавляются. Некому обіцаюць ваконные рамы пофарбовать, некому да помахчий навести парадок на дворовой территории. Хоть поведомить об своей просьбе можно не только зараз. Активисты покидаюць номеры контактных телефонов. По вугле акция, початая в День Мати, будет иметь партяг по некаких причинах. По-перше, наведать усих за один день просто немогчимо. А по-друге, у этой организации сопрадуюсь могчимости для оказания необходной допомоги. И в дальнейшем наши волонтёры будут посещать, оказывать помощь, навещать одиноких пожилых. Мы постоянно заботимся о одиноких пожилых людях. Это приоритетное направление нашей деятельности. У нас работает служба сестёр милосердия, в которых на патронаже именно одинокие люди, которые остались совершенно одни. Им оказывается медико-социальная помощь. Также у нас есть волонтёры, которые приходят и помогают им на дому, поддерживают, разговаривают с ними. Олег Синчаров, Дмитрий Родзянко, ТЭЛЕ, радиокомпания «Гомель». На волю не только с чистым сумлением, а и с дипломом высшей эдукации. Прикладно так можно выказать идею международного социального проекта «Адукация открывает зверы». Его партнёры – Департамент выканания покаранья у Министерства внутренних справ, Минский инновационный институт и некольки замежных гуманитарных организаций. Впервые мы говорим о доступе к системе высшего образования, о получении диплома из университета и присвоении профессии. Поэтому уникальность этого проекта. Безусловно, важна система мотивации, которая поощряла бы самих заключённых принимать учения в образовательных, участия в образовательных программах. У основе проекта замежный опыт. Наприклад, у Германии у адукационных программах удильнейшуюсь 50-75% узнаволенных. Стратегичная мета – видовочная. Диплом, профессия, праца, социальный статус – усё гэта допоможа вернуться до нормального життя на воле и больше не траплять закраты. Великие надзии на проект и у кировниства поправчай системы. Заканчивается проект и в 2016 году мы уже будем думать о том, чтобы в дальнейшем внести какие-то изменения в законодательство, если это потребуется, заложить какие-то нормы финансирования государственного бюджета, чтобы это было не за счёт средств проекта, а за счёт стабильного финансирования, за счёт бюджета государства во всех учреждениях пенитационной системы Республики Беларусь. По зрозумелых причинах на сесии гэта и студенты ездить не будут. Синучайні – только дистанционные. Для этого у колонии открытый центр доступа до электронного адукационного сяродзя. Он представляет собой невеликий компьютерный класс. Выход интернета в Межаваны дает мягчимость користаться только ресурсами института для отримания научного материала, проходжения онлайн-тестов, отправки выполненных заданий. Усё гэта под строгим контролем. У пилотном проекте удельничают 15 женщин. У каждой из их простых лёс термин «заучиненные злочинства» у тем лику тяжкие. Але головное жадание у будущим жить по-иншему. Чтобы не пропадало это время. Потому что здесь однообразные дни. Хочется как-то развиваться в дальнейшем, устроиться куда-то на работу. Это есть какая-то возможность развиваться самой, как личность. Потому что учиться – это здорово. Руслан Пролясковский, Вольга Вальченко, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Вядомые белорусские литераторы Тамара Лисицкая и Игорь Поляков сустрелись с шитачами у Центральной городской библиотеки имя Ерцина. Гомельчане стали первыми, кто бачил их новую литературно-музычную программу «Мушина и жаншина. Восинский марафон». Цветками подеи стали и наши корреспонденты. Творчий дуэт Тамары Лисицкая и Игоря Полякова уже добра знакомы Жахаром Гомеля. Або два письменники и поэты. Тамара, а кроме этого, з'является телерадио ведущей, а Игорь – режиссёром. Гот тому яны уже наведывали город над Сожем. Тады у Вази Гомельских читачу была представлена новая повесть Игоря Полякова «Прасторы» и три уже выдаденные книги Тамары Лисицкой. Мы хотели бы ещё раз вернуть людей в мир олдскульных, простецких таких ходов, как чтение книг, но при этом с использованием современно новых технологий. На этот раз столичные гости приехали с новой программой. Сами аутеры называют её выступлением в формате 5D. Творчость двух литераторов подати на як одинное целое с допомогой музыки, танцу, вида, мультипликаций и моноспектаклю. Год-то мы уже отъездили, да, с предыдущей программой. Как-то людям было интересно, людям нравилось. То есть мы уже апробировали, в принципе, этот формат. Люди были удивлены тому, что это необычно. Каждый раз это было удивительно, да. Это было необычно для тех, кто просто привык читать. По пурызне кальких жанров вылилась у мысочно-литературную программу под назвой «Мужчина и женщина. Восинский марафон». Гости мероприемства могли задать аутерам пытания, трамать книгу за их аутографами и почуть урылки твора у тем лику самых опошних. У гэты вечер был презентованный первый сборник верши у Тамары Лисицкой «Багиня або плач домашней господине». После премьеры у Гомеля эта программа будет продемонстрована Жахарам Минска. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». У субботу 17-го Кострышника волонтерский рух по обороне бездомных живел пройдет доброшинную акцию «Подарим шанс». У городским центры культуры у гэты день можно будет обзавестись шатвероногим сябрам. Старт 10-й юбилейной акции дадутся о 12-й године. Историю волонтерского руха у областного центра 5 годов тому пошла писать завышенная Жахарка Гомеля Светлана Лапо. Сегодня улику ей помощников 40 человек. На пьесы волонтера около 200 живел. Организаторы сподяются, что у день проведения акции половозгих знойдусь господару. Это коты, собаки, щенки, котята. Все взрослые животные привиты и стерилизованы. Те, кто планирует на акции взять у нас животных, обязательно при себе иметь паспорт, обязательно иметь при себе сумку, переноску, поводки, ошейники. Это все нужно иметь при себе. Но, в первую очередь, конечно же, паспорт. На протягу всей акции будет працовать волонтерский пункт, куды можно будет принести корм леки розной приналежности. За годы иснования волонтерского руху было вырытовано больше, как тысячи бездомных живел. Шма сроблена по решению их проблем. Наступным кроком станет организация пункта стерилизации. На жаль, сделать это в ближайший час перешкоджает отсутность придатного помешкания. К тому выращение пытания, поколь застаётся с открытой датой. Оказать допомогу волонтерскому руху можете и вы. Подробязная информация по телефоне. 8 029 674 21 65. Я в спорте. У Сочи завершился чемпионат света по футболе сяруч и гуношников. У делу им проняла и белорусская сборная. Причем нашу краину проставляли выклюшно гомельские спортсмены. Футболисты и гомель Жалдар Транса, клуба сперша лиги, имени футбольной бычэ. И им ёсшим гонорытца. С самого початку турниру гомельские футболисты показали соперникам на что сдольное. У стартовым матча долили леташних чемпионов сборную Франции. А потом у Сухую были разгромленные бельгийцы, чехи и немцы. И ў финале знов сустрэліся с французами. Уже, в общем-то, физические силы были на исходе. То есть, уже просили ребят всё-таки это финал. И помнят всегда в истории только победителей. То есть, приложить все силы, достать и сябить всё, что осталось, и положить на алтарь победы. И гомельские футболисты выканали гэта пожадання. Матча тримался большим видовищным и нагадывал соправный триллер. Были и сутычки, и выдалённые, и картки, и шмат голов. И французы хорошо играли, и мы хорошо играли. И, ну, вышел в финал. Ну, я рад за ребят, что всё-таки 2-1 проигрывали. И в конце, как говорится, уже в три защитника пошли в обманки, сравняли счёт. И вышли на дополнительное время. Ну, дополнительное время ещё, правда, имели два момента хороших забить. Ну, не реализовали. Ну, бывает, ну, по пенальте зато Селивончика вытащил. Выняковый лик финальной гульни 4-2 на корысть нашей команды. Чемпиону свету, який належит саправдным чугуночникам, дадому вернулися на тягняку. На Гомельской земле футболистов сустракали овациями. А крымя улаз на перемоги, у их скарбонцы и ещё одно немаловажное досягнение. Галкипер Гомельчанин Андрей Селивончик трымал сухими вороты команды 349 гульнявых хвилин, что з'является абсолютным рекордом у Амальси 70-годовой истории Международного спортивного союза чугуночников. Ну, это не мой рекорд. Это заслуга всей команды в целом. И защитники нападающие, и полузащитники, и тренера наши. Это всё, это не мой успех. Это успех, считаю, всей командой. Мы просто-напросто ждали, терпелись, стеснув зубы. И показали то, что мы можем. Доказали всем, что есть в Беларуси хорошие футболисты, хорошие люди. Считаю, что у нас всё получилось. Вольга Вальченко, Олеса Рудзянкова, Валера Игапанько, Телерадио-компания «Гомель». Новины регионы, информацию о проектах Телерадио-компании «Гомель» вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресе. www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. Студия працвала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.